всем привет сегодня будет у меня узбекский суп на ужин кто-то может быть видел в продаже такую крупу маш но не знает что с ней делать как приготовить я покажу сегодня это крупа относится к бобовым начнем приготовление супа в первую очередь я нарезаю лук полукольцами я часто готовлю этот суп без мяса если будете готовить с мясом то хорошо подходит к этому супу говядина ее можно нарезать небольшим кубиком и обжаривать в первую очередь потом уже добавляем лук морковь а я вначале обжарю лук потом морковь наливаем немного растительного масла лук обжарился бросаем натертую морковь я в супы всегда натираю морковь потому что я не люблю вареную морковь супе крупная пока у меня тут жарился я почистила и порезала картофель можете кубиками нарезать можете так произвольно нарезать чем полезен маш как написано в интернете он обладает низким гликемическим индексом что помогает поддержание нормального уровня сахара предотвращая его быстрый рост после употребления пищи по содержанию белка и макроэлементов может легко сравниться с мясом и удалить с пользой голод любого вегетарианца маша способствует снижению уровня холестерина а также обладает антисептическими и ночегонными свойствами за что его ценили с древних времен наливаем воду и насыпаем 2 получается горстки маша в котором содержатся витамины b1 b2 b5 b6 b9 а е аж и pp также содержится калий кальций магний цинк силен медь и марганец железо хлор серый йод хром фторм и либден бор и ванадий кремний кобальт никель олова алюминий титан стронций циркони фосфор и натрий видите какая полезная крупа накрываем крышкой как закипит крышку приоткрою буду варить минут 15 через 15 минут добавлю рис забыла снять как я бросила рис бросила посолила суп все теперь будет до готовности риса вариться машу живот разварился ждем суп готов такой наваристый он очень сытный даже без мяса и вкусный комментарий за кадром все сейчас будем ужинать готовьте и ешьте на здоровье всего вам доброго